Как же устроена бактериальная клетка? Устроена она предельно просто. И здесь как раз будет видно, какие части обязательно есть абсолютно у любого живого организма. Помните первое и второе положение клеточной теории? При всем внешнем различии, общее сходство обязательно для всех клеток. Что есть в любой веке обязательно? Во-первых, любая клетка отгорожена от внешней среды. Объем клетки находится под контролем. Внешняя среда никем не контролируется. Как называется граница, которая отделяет клетку от внешней среды? Клеточная мембрана. У внешней клеточной мембраны есть своими собственными. Вот она, внешняя клеточная мембрана, мешок. Просто мешок-пакет из мембраны изготовленный. Называется она будет плазмолема. Внешняя клеточная мембрана. Как будет называться все заполнение, все то, что внутри плазмолема? Цитоплазм. Цитоплазм. Абсолютно верно. Все вместе заполнение будет называться цитоплазм. Цитоплазм – это полужидкий раствор. Как я вам уже неоднократно говорил, больше всего она похожа на кисель. У всех живых клеток без исключения больше половины веществ цитоплазма – это вода. Для наших с вами клеток, клеток животных, воды намного больше плазм. Допустим, в нейронах 85% воды в нервных клетках. И только 15% всех остальных веществ. Меньше всего воды у нас с вами в клетках жировой ткани. 65%. Но все равно это будет плазмолем. Есть и общее правило. Чем больше воды в цитоплазме, тем более активно идет обмен веществ. Если вы хотите получить клетку с высокой скоростью обмена, в ней в цитоплазме должно быть много воды. Это и вопрос. Берем вещество нашего с вами вида. Как по-вашему, в течение всей жизни концентрация воды в цитоплазме остается постоянной? Или нет? Думать? Нет. Когда самая высокая концентрация воды? В юности. В юности, а точнее в детстве. А еще точнее в эмбриональном развитии. То есть чем младше организм, тем у него выше концентрация воды в клетках. Чем младше организм, тем выше концентрация воды. Чем он стареет, тем меньше. Именно так. Концентрация воды падает, скорость обмена падает. И серия цитоплазма не абсолютно однородна. В нем можно увидеть взвешенные какие-то частицы. Какие-то пленки, какие-то конки. Как вот называться, все неоднородности цитоплазма. Оргоноиды. Оргоноиды. Итак, цитоплазмы, кроме вот этого однородного киселя, есть еще неоднородности, а оргоноиды. Иногда, особенно в старых книжках, на старых сайтах, можно увидеть другое слово. Оргоноиды. Это все нужно. Разницы нет. Раньше делали такое деление. Сейчас, в общем-то, нужно считать, что это одно и то же. Итак, неоднородность цитоплазма – это оргоноиды. Так вот, два типа оргоноидов есть у всех живых клеток, хоть выделите. Есть исключение. Первый тип неоднородности. Где-то здесь цитоплазма должен находиться на сей, на следственной информации. В бедре. Это прокариота, доядерная. Это понятно? Как называется вещество, на котором записана на следственная информация? ДНК. ДНК. А вот теперь давайте же уберем, с какой кормы и почему будет иметь скопление ДНК у воды. Какая информация записана на ДНК? О чем эта информация? Прошу? А информация о том, как он устроился биом. Именно так. Никакой другой информации на ДНК не записано. Только информация о пространении долга. Ничего другого там нет. Как называется фрагмент ДНК, на котором записана инструкция для сборки одного долга? Фрагмент ДНК? Герм. Тот кусок, где записана эта программа, будет называться геном. Справочка. У бактерий, да, вся совокупность ДНК-клетки называется геномом. Геномом. Это вся совокупность ДНК. То есть все программы вместе взяты. Геномом – это все гены. Да, 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 да. Совокупность всех генов. Абсолютно всех. Бактериальный геном может включать порядка трех тысяч генов. Ну, в разных потенях немножечко по-разному. Мы будем считать три тысячи такой средней личины. А теперь попробуем оценить масштаб дворства. Чтобы записывать белки, надо уметь записывать последовательность аминокислот. На запись каждой аминокислоты сколько нуклеотидов уйдет? Три. Итак, чтобы записать одну аминокислоту, нам надо три нуклеотида. Сколько аминокислот в среднем белке? 200. 200 на 200. Вот это мы получили длину среднего гена. А таких генов – три тысячи. Вопрос. Если на ДНК ничего, кроме структурных генов, не записано, то сколько нуклеотидов в составе этой генов? Где-то миллион восемьсот тысяч. Да. А вы помните, что каждая аминокислота – это не маленькая аминокислота? Помните, каждая аминокислота состоит из остаток космоса, кислоты, сахара, азотического основания? Так вот, в самой маленькой на свете бактериальной ДНК почти два миллиона таких кирпичей собрано. То есть какой размер такой молекулы? Гигантский. Не большой, а гигантский. По молекулам миниорганических веществ даже смешно представлять. Ну, это, как я не знаю, там, блоха против синего кита. А какой длинный размер? И линейная длина, то есть если я взял и размотал обычную, да? Ну, самое интересное – это пример молекул, длина которых может измеряться не амстронами, а уже понятными для нас единицами – миллиметрами. Одна молекула, длина которой может измеряться миллиметрами. Ну, разная ДНК имеет разную длину, что ли? А теперь вопрос, как бы в эту клетку линейные размеры которых – это первые микроны. А микрон – это какая часть миллиметра? Одна тысяча. Одна тысяча. Одна тысяча. А вы собираетесь туда засунуть ленту длиной в несколько миллиметров. Именно так. Бактериальная ДНК свернута руколом. Вот так. Вот так, магнитная пленка на костюме. Называлось такое скопление ДНК у бактерий будет «Кольцевая хромосома». «Кольцевая хромосома». А эти молекулы только одна? Одна. Такая пленющая лента свернута таким головой. У всех клеток? Не понял? У всех клеток? У всех клеток? У бактериальных. У эукариот совершенно по-другому. Вот все, конечно. Это мы сейчас с вами про бактерии говорим. И еще один тип органоидов, который абсолютно обязательный у всех клеток. Об этих органоидах мы уже говорили, но подумаем. Без чего еще не может обойтись ни одна плетка. Завод белка. Да. Автоматы по производству белка. Как называются эти автоматы? Не в теме есть. Именно эти автоматы будут использовать копии гены для сборки белковых молекул. Как называются эти автоматики молекулярные? Рибосомы. Рибосомы. Причем нам малюсимые комочки. Взвеженные мастоплазмы. Бактерии. Вот так. Средовыми микроскопами видны на пределе увеличения. Далее световой микроскоп разглядеть нельзя. Для того, чтобы разбираться с ними, нужна более мощная техника. Молекулярные автоматы, ведущие сборку белка по программам гены. Точнее, копии гены. Вот эти детали в той или иной форме есть абсолютно в любой клетке. Без них обойтись просто невозможно. Что в свое собственное могут иметь бактерии, то не обязательно будет у остальных клеток. Ну, прежде всего, для большинства бактерий характерна вот такая рубашка, а точнее вот такой доспех, который клетка будет строить вокруг семья. Как назвать этот купляр? Панцирь? Нет. В диалоге есть свое название, которое мы много раз говорим. Клеточная стенка. Клеточная стенка. Итак, вот те детали, которые являются необязательными, уже не у всех клеток живых организмов, я уже синим выписываю. Итак, клеточная стенка. У каких-то у клеток еще, не у бактерий, а у клеток? Вот клеточная стенка. У растений. У растений и? И грибов. И грибов. Грибов. И у некоторых против. Не у всех, у некоторых против. То есть, нет клеточных стенок только у кого? У животных. А вот у животных не бывает. При этом, каждый группу живых существ, клеточные стенки строят из своего материала. Причем основной всегда будет какой-нибудь сложный сахар. Мы с вами конструкцию сложных сахаров уже разбираем. Из каких кирпичей собирается молекул сложного сахара? Из глюкозы. Из глюкозы. Из глюкозы. Из глюкозы. Процепис кору. Такого сложного сахара, из которого встроил клеточную стенку бактерии, называется му-ре-инт. Клеточная стенка – это не твердое образование, а образование очень прочное на разрыв, ее порвать в току. Нужна она для защиты клетки, нужна для поддержания формы клетки, ну и ряд еще всяких других функций может выполнить. Что еще может быть у бактерий, на самом деле у большинства бактерий, но не у всех остальных клеток обязательно есть. Вот здесь в клеточной мембране будут закреплены странновательные молекулы лка, из которых во внешний цветок будут общаться такие жесткие шкопки. Что это за шкопки? Бактериальные шкопки. Бактерии способны двигаться, но работа из жгутиков кардинально отличается от работы жгутиков его природы. Напоминаю, что бактерии используют исключительно редкий принцип биологии. Что у него вот эти жгутики? Он хотел с вами крутиться, начинал. Базольное тело жгутика крутится внутри мембраны. В результате такой штопор звенчивается в лоб, как корабельный лейт. Обратите внимание, какая еще мембрана, кроме клозмолема, у бактерий есть? Где еще мембрана, кроме клозмолема? Нет. Нет, это какой-нибудь пакет и все. Никаких других мембран. А если возникла задача, как увеличить площадь мембраны, а снаружи у нас надеть клеточную стенку. Как это можно сделать? Сложно снять клеточную стенку? Нет, нельзя снять клеточную стенку, у меня сразу порвет. Порвет излишним внутренним давлением, поскольку форму мы поддерживаем за счет космоса. То есть, как футбольный меч. А может, может, еще... Может, вы еще постепенно, одновременно... Нет, нет. Размер бактерий мы не имеем права увеличивать. Как можно увеличить площадь мембраны, не улучшивая размер клеточной стенки? Искреблять ее. Именно так, искреблять. Два разных типа искребления. Ну, во-первых, если мы засунули себя в консервную палку, можно ли выступы наружу высовывать? Не, нельзя, там не выйдет. Поэтому, первый вариант. Смотрите, на одном из участков плазмолима образуют вот такие многочисленные складки. В результате, на этом, в маленьком участке поверхности клетки, когда лучший мембрана складок собралась. Большая. Очень большая. Вот такой органоид будет называться метусома. А вот то, что я сейчас вам нарисую, имеет только цианобактерии. Вот такой выступ мембрана внутри клеточки. Мембрана прогрелась внутри клеточки. Почему я не изобразил зеленый? С этой мембраной связался зеленый краситель, зеленый фотофигмент, клоротин. Догадайтесь, зачем этот кусок мембраны используется? Для фотосинтеза. Такие мембраны так и называются – фотомембраны. Фотомембраны имеют только цианобактерии. Фотомембраны. И все наружу. Ничего больше здесь нет. Вот она, подробная схема сравнения живого существа, настоящего живого. Никаких других деталей здесь больше нет. Это уже единица, которая жива, отвечает всем свойствам жизни без исключения. Как вы увидите, потом элокариотическая клетка в десятки раз сложнее. Не просто сложнее, а в десятки раз сложнее. А что, бактерии действительно самые простые? Самое простые, проще, не было. А вирус – это неживое существо. Это так называемая условно-живая структура. Когда говорим слово «условно», это значит, в любом случае свойства проявляются. Или только при соблюдении некоторых условий. В каких случаях вирусы могут проявлять свойства живых объектов? Глупости. 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 Вирус начинает проявлять свойства живого объекта, только если он попал внутрь клетки. Вот внутри клетки у него действительно появляются некоторые свойства, которые мы, как правило, связываем с жизнью. Вирусная частица вне клетки не имеет ни одного свойства в жизни. Вот эти вирусы, которые вне клетки, их можно собрать и выделить в форме кристалла. Ради Бога. Ради Бога. У вас будет кристалл выделить. Никаких проблем. Хорошо. Можно ли в форме кристалла выделить хоть одну живую клетку? Да нет, конечно, ребята. Спасибо Бог. Если вы ее перевели в кристалл, все, то есть туда перевести можно, а обратно вернуть можно или нет. Все, привет, вы убили. Вы на краю все будете подозревать? Конечно. Но для этого у нас сначала по ним требуется. Только потом можно переходить к вирусу. Как же это можно реализовать все известные нам свойства живого? Во-первых, на самой заре развития жизни на планете бактерии изобрели два разные способа питания. Две разные глобальные стратегии. Первая глобальная стратегия. Ее изобретатели – это подсинтезирующие бактерии и хемосинтезирующие. Они сами строят питательные ВИЧ-2, то есть желтки, жиры, углеволки, нукриновые тислоты и так далее, из очень простого сырья, которое получают изгружающие средства. Да. Что было в системе синтеза рефорации? Именно так. Два механизма, две группы механизмов. Сейчас известны в природе. Называются они будут хемосинтез и фокусинтез. Описываются они, на самом деле, одной и той же химической реакцией. Ну, ясно, что каждый из этих процессов реально состоит из десяток разных реакций. А теперь давайте посмотрим, что называется суммарная реакция. «У меня есть кастрюля. Я беру вот эту кастрюлю, набросал всего и хунику. Все, что мне захотелось. Потом поставил ее на плиту. Стал гореть сумм. Скажите, пожалуйста, я знаю все химические реакции, которые здесь происходят. Не, конечно, не знаю. Мало ли, что там происходит. Но, когда суп сварился, я взял и проанализировал результат. Я не выписываю все процессы, которые здесь происходили. Я что делаю? Записываю, какие вещества я засуну в реакцию. Вещество номер один, два, три. И записываю, какие вещества получились в результате реакции. Все промежуточные ходы я просто пропустил. Вот такая запись, она просто пишется и просто читается. Будет называться обобщенная реакция процесса. Обобщенная реакция фотоэкеросинтеза выглядит совершенно одинаково. И выглядит вот как. В эту кастрюлю закидывается. Уберите свой газ и вода. Обываливается из кастрюли. Сахар, глюкоза, С6, H12, O6. Уберите свой газ. Не везде. Кроме глюкозы. Для уравнения химической реакции ставится коэффициент шестерки. Еще раз напоминаю. В химии всегда и во всех случаях должно срабатывать правило. Количество атомов данного типа до реакции и после реакции должно быть одинаковым. Атомы не могут не погодеться. Атомы не могут взять и исчезнуть. Они могут перерапироваться. Ну, как деталь, как конструктор. Для того, чтобы уравнять эту реакцию, ставим коэффициент шестерки. Вот так. Вот теперь, если вы просчитаете количество атомов водорода, кислорода и углерода, слева и справа основа реакция, вы увидите, что у вас оно совершенно одинаковое. В результате, непосредственным результатом этого процесса, этих двух процессов, будет являться появление вот этого вещества. Сахара. Органического вещества, которое построено из органики или из нервов. Свет. Какое было? Неорганическое. Неорганическое. А что является мусором процесса? Сахаром. А кислород является обхогом процесса асинтеза. Вот он сбрасывается в огнешнюю среду. Это обхог. Способ получения органики из простой неорганики. Живые существа, которые питаются за счет этого процесса, получили название обхог тропы. Обхог тропы. Корень авто, что означает? Сан. Сан. Тропус питания. Санна питающая. Ашатропус. Санна. А ну давайте посмотреть, ни у кого никаких вопросов нет. Вот у нас общее уравнение фотосинтеза. Сан. 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 Глюкоза, что надо сделать с триозой? Вопрос 7. Две молекулы триозы. То есть, имея триозу, если у нас есть фермент, который связывает попарно триозки, мы получаем глюкозу. Имея глюкозу, можно построить крахмоз, можно построить целлюоз и так далее. Была подходящая херня, ведь глюкоза используется как мономер при построении самых разных других веществ. То есть, все формы сахаров из глюкозы получить можно. Смотрим жиры. Помните, как жиры устроены? Это жирная кислота и глюкозу. Вот это вот. Жирная кислота. Вот так, да? Хорошо. Напоминаю, жирная кислота, как у нас устроена. Любая жирная кислота построена вот так. Ну и дальше. Жирод, водород и кислород то же самое, что и глюкоза. А теперь давайте, как устроена триоза. Как и вся кислорода. У нее с одной стороны все власть. Затем идет НН, а затем идет подвал. Вот она, триоза. А теперь давайте смотрим. Вот наш глюкоза, который нужен для жира. Для того, чтобы получить жирный. Глюкоза. Смотрите на эти два вещи. Можно ли, имея триозу, построить глюкозу? Можно. Подойдите к какой-то доске, покажите. Чего надо сделать с триозой, чтобы получить из него глюкозу? Надо. Собрать его. Так. И так же сразу. И у вас не получится глюкоза. Ну, на еще одну такую точку. Не получится глюкоза. Вот, не добавить. А еще так. Ну-ка, ну-ка, давайте. Каждому транспорщику. Вот это первый вариант. Посмотрите, почему не получилось. Ну, во-первых, вы получили монстры. Двух варентных нуклеол. Такого, правда, не бывает. Во-вторых, у вас бенцироли сколько кислорода? Три. А вы взяли три кислорода, выпустили. Ну-ка, давайте. Надо оттуда водородку, да, этот. Значит. Так. А тут, в принципе, нормально. Все нормально. Здесь вообще все нормально, и здесь все нормально. Менять надо только верхнюю группировку. Как меняют? Вратские. Ага. Мы из народа. Ой, ребят, да не так важно, куда торчит буржировка. Давайте смотрим на чердак. Чердак у сахара. С-о-х. Чердак у сахара. Вот. Нужно еще два водорода посетить. Угу. А куда водород ли? Посмотрите что-то. Если я взял вот этот кислород, за что вот этот не спир работает. Ага. А вот дорог должен сюда все идти. И вот сюда еще водород. Все понимают, что это кислород? Смотрим, верхняя черта 14, что превратился в С, УА, и 2-1 водорода. То, что нужно. То, что нужно. Серединка. А серединка у нас уже была такая, как надо. Основание. А основание уже было такое, как надо. Присоединили водород по двум позициям. И получили глицерол. Ура! А теперь вопрос. Еще раз рисую треозку. А жирную кислоту из нее можно получить? Вот что-нибудь вот такое. Итак, еще раз рисую треозу. Наша задачка. Получить вещество, которое... Какую группу должно иметь обязательно? Чтобы в кислоту, в органическую кислоту превратилась в молекулу. Какую группу она должна иметь? У А. В обществе. У этой группы есть карбоксиль. Карбоксильную группу. Да? Вот наша треоза. Кто помнит, как устроена карбоксильная группа? Ц, С, О, 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 А. Вот она карбоксильная группа. Как превратить сахар треозу в кислоту? Вот это, что я здесь сейчас вам нарисую, является уже кислотой. Потому что это вообще именно другое. Ну, привычная для вас кислота будет и не только так. Это какая кислота? Хотя есть кислота, в которой все важно. А это какая кислота? Подождите, вы сначала с лекцией. Что надо сделать, чтобы эту молекулу превратить в это? Принести вот сюда. Ну, то есть, вот в этих двух позициях что с кислородом надо сделать? Убрать. Убрать. А вот в этой позиции? Да, проходите. Наоборот. То есть, если у вас есть подходящий фермент, то трубный сахар, исходный сахар, превращает в лицину и в жирные кислоты? Нет. Нет. А потом, если у вас есть фермент, который может вот к этому хвосту цеплять, ну, во-первых, какой-то фермент может у меня перестирать вот так, а потом цеплять его дальше вот к этой цепи. Какой бинер-радикал вы можете получить? Любой. Любой бинер, какой нужен в жирную кислоту? Какой предкатастроен? А исходным материалом что является? Сахар. Да вот он, сахар. А это мы жиры получили. А вот смотрите, вот это у нас уже нарисовано. Вот это будет для вас уже такой высокий палатаж. Если поймете, что надо сделать, чтобы получить сырье для построения белков из этого хозяйства. А если амин, это значит соединение какого элемента? Азота. Соединение азота. Источником азота для живых организмов, ну, в данном случае, можно рассматривать мято. Ну, бывает по-разному, но бактерии умеют смертно работать, это проще всего. Ну, мы подумаем, наша задачка получить из того, что написано на газке, сырье для построения белков. Все белки из чего состоят? Из аминный кислород. С одной стороны, карбасил, карбасил у нас уже есть. Вот это центральный углерод. Сударное, оторвав один из водородов, можем содержать радикалы. Сударное, оторвав один из водородов, можем содержать радикалы. Сударное, что это может быть? Да, а сюда? А сюда, а здесь? Отрываем церковь, руку на едином месте. Что стоим? Камин. Камин. То есть мы вот так отрезали и вот так отрезаем. Что мы получили? Аминокислоты. Вот она, аминокислоты. Он насединивает. Имея аминокислоты, белок можно строить? Да. То есть на самом деле сахар, который получается при амтотропном питании, используется как стройматериал при построении любой арка. А нуклеиновая кислота? И нуклеиновая можно, но тоже самое вот эти компоненты. Главное иметь первичную органику. А там дальше эксперименты могут катализировать процессы.